Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и описание к этим работам по книге великие музеи мира. Скорселина, бегство Египет, 1585 год, холст масла, 101 на 73. Итальянский художник Скорселина Ипполитто Скорцелло после обучения у отца отправился в Болонию, затем в Венецию, где в течение четырех лет работал в мастерской Веронезе. На произведениях творца лежит печать влияния Тициана, а также живописцев феррарской школы, в частности Себастьяна Филиппи. В стиле капиталистской картины можно угадать черты маниеризма, преувеличенная экспрессия и динамизм, сумрещенная, словно нагнетающая тревожность атмосферы. При всей своей современности, то есть в соответствии художественным введениям итальянского искусства конца XVI века, произведение построено по иконографическим канонам, выработанным еще в раннем возрождении. Мария с младенцем на осле, Иосиф с плотницкими инструментами идет пешком, святое семейство сопровождает ангелы. На трактовке сюжета лежит печать мыслей и принципов, сформулируемых кардиналом Габриэлем Палеотти, идеологом контрреформации. Он написал трактат о рассуждении о церковных и светских изображениях. Это было в 1582 году. Это квитэссенция положения Триденского собора, именно Палеотти издал документы собора. Искусству, а именно прегрешением художников в интерпретации религиозных текстов, уделили очень много внимания. Кардинал был убежден, что зримый образ по силе воздействия превосходит печатное слово. Однако искусство создавать образы принадлежит к одному из благородных искусств, если оно направляется к христианской дисциплине. Картина Скорселина написана вполне в русле суждения Палеотти. Вот такое описание к работе Скорселина «Бегство в Египет» 1585 год. Описание по книге «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok